Вот такое неприятное лицо, для меня он неприятен. Чем? Ну вот есть же люди, у каждого из жизни человек, которому ты хочешь там лицо разбить, я не знаю, но по каким-то обстоятельствам ты не можешь это делать, так и хочется ему поражать дать. Такие моменты бывают, я думаю, у каждого человека в жизни такой человек есть. Ну вот это я имею в виду, но он не глупый, я не проверял его на его, ну его ум, на интеллектуальность. То есть он задел тебя за что-то личное, я правильно понимаю? Нет, а может быть. То есть это не просто уже бой, а это личное? Ну я стараюсь это не допускать в голову, потому что это может тебя чуть-чуть эмоционально на другой уровень вывести, когда ты заходишь в октагон, так что мне надо оставаться сконцентрированным и особо не подпускать это на личности. Всем привет! Вы смотрите новости на канале Труджим. И сегодня самые интересные высказывания Хабиба Нурмагомедова газете «Известия» о подготовке к титульному бою, который пройдет 7 апреля, и своей неприязни к сопернику Тони Фергюсону. Я выходил на бой с Этсином Барбозой, видел огромное количество попах в зале. Много людей поддерживали меня как до, так и после боя. Если честно, подобное очень мотивирует. Это все так свалилось, не знаю к чему это приведет, процесс неконтролируемый, я к такому не привык. Надеюсь, все к лучшему. Я не занимаюсь трэш-током, просто говорю то, что думаю. Например, когда я выражаю желание сломать сопернику лицо, так оно и есть на самом деле. Оппонент выходит с той же целью. Мне не кажется это чем-то плохим. Назовите мне любого из моих противников, я со всеми поддерживаю хорошие отношения. Но есть два бойца, это Конор Макгрегор и Тони Фергюсон, которые мне неприятны как личности. Там трэш-ток не только на словах, но и на деле. Мне не нравятся эти люди, и я буду делать все, чтобы их победить. На бой с Тони выйду как на смерть. У меня нет другого выхода. Этот бой покажет, кто из нас лучший. Конечно, нет никакой недооценки, но когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать. Многие говорят, что он хорош в портере, у него опасные локти и так далее. Но и я могу продемонстрировать много вещей, которые еще никто не видел. Это и делает наше противостояние интересным. Я сам никак не могу этого дождаться. Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и, как говорится, размазать его. 8 февраля улетаю в США в тренировочный лагерь. А в бой с Конором Макгрегором нет необходимости, так как его почти лишили чемпионского пояса. Если у него будет пояс, я отобью его. Конор хороший боец, просто ему надо больше драться. Меня тоже критиковали фанаты, мол, я не очень часто выхожу в октагон. Я ломался, рвал связки, спину, руку, ломал ребра. Чего только со мной не было. За последние три года мне провели пять серьезных операций, но я возвращался, чтобы оставаться активным. А что делает Конор? Он здоров, но не дерется. Тут играет важную роль финансовый момент. Это самый дорогой боец, он несет UFC золотые яйца, поэтому его так оберегают. Думаю, это оправдано. Но и мы с Тони не последние люди в организации. В UFC сказали, что нашего боя ждут больше всего. Такое заявление появилось не на пустом месте. Это, говорят, исходя из цифр, рейтингов и мнений болельщиков. Как видим, Хабиб настроен на бой с Тони как никогда ранее, поэтому их встреча, скорее всего, будет претендовать на лучший бой года. А нам остается только дождаться 7 апреля. Надеемся, что оба бойца дойдут до октагона без травм и в своей лучшей форме. Пишите в комментариях, сможет ли Хабиб стать новым чемпионом UFC и сколько раундов продлится бой. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. А с вами были Свежинцев Роман и Яков Летов. До новых встреч на канале Труджим.